Наверное, многие из вас читали рассказ, а может быть даже смотрели фильм «Человек-невидимка». И думали, ну не бывает такого. Как же такое может быть? А может быть и бывает такое. Может быть действительно можно съесть какую-то таблетку или какой-то крем и стать невидимым. И тогда столько возможностей перед человеком открывается. Человека-невидимки на сегодняшний момент нет. Но уже появилась так называемая одежда-невидимка. Ее в простонародье называют плащ-невидимка. Что это такое? Вы посмотрите на картинку, на которой показан человек, и мы видим сквозь него. Как же это может быть? Это получается, что самого человека нет? Это не совсем так. Он не исчезает. И, кстати, фокусники давно уже показывали такие фокусы, когда разрезают человека на несколько частей и развозят его в разные стороны, а потом собирают. А человек при этом двигает рукой и ногой. Здесь то же самое. Здесь просто все основано на технических особенностях материала и на знании законов физики. Так вот, давайте мы с вами подумаем. Почему мы видим? Почему мы видим? А мы видим, человек видит то, что находится в видимом диапазоне спектра. То, что находится, к примеру, в инфракрасном диапазоне спектра, мы не видим. Мы чувствуем это. Это тепло. Поэтому его называют еще тепловой спектр. Есть еще ультрафиолетовый спектр, радиоволновый, микроволновый. Это вы посмотрите сами. Так вот, если мы надежду наделим свойствами быть в другом спектре, не входить в видимый спектр, это значит, мы перестанем ее видеть. Та же, как в начальных лекциях я вам рассказывала. Нанотехнологии – то, что мы не видим простым глазом. Мы просто не видим размеры атома. Мы не можем их увидеть. Нам не хватает мощности нашего глаза. И только когда появились специальные приборы, очень сложные, мы увидели мир атома. И когда мы разработали специальные технологии, когда мы научились затачивать специальный зонт ионным пучком, мы смогли эти атомы собирать. И, зная законы физики, мы сделали умную одежду. То есть берется в этот плащ. На самом деле он снабжен различными проводками, различными микросхемками, которые работают, например, в микроволновом диапазоне. Та же, как вы заглядываете в микроволновую печку, и вы там ничего не видите, если вы там не поставили еду. Когда вы ее поставили, еда крутится, но вы не видите, как волны еду эту разогревают. Так же и здесь наш глаз воспринимает эту одежду как источник микроволнового излучения. То есть мы ее не видим. Раз мы ее не видим, то мы ее можем назвать невидимкой. Невидимкой для нас. На картинке представлено, примерно схематически указано, как может выглядеть эта ткань. Между прочим, если вы поговорите со специалистом по свету, а при съемке любого фильма всегда присутствует специалист по свету, то он вам скажет, да подумаешь, невидимка, я с помощью лазерного излучения, различных лазеров, могу сделать тоже вас невидимым. Поэтому, если мы говорим о плаще-невидимке, то это специальная одежда, которая снабжена микроэлектроникой и которая излучает, скажем так, в микроволновом диапазоне волны, и мы их нашим глазом не видим. Но если мы оденем специальные очки, либо возьмем специальный прибор, то, конечно, мы зарегистрируем движение и нахождение этого человека. Естественно, что это используется не только для человека, но и в военной технике. Наверное, вы слышали, а может быть, не слышали. Но, например, лично я присутствовала при запуске военного корвета в Санкт-Петербурге. Это было примерно лет шесть тому назад. И именно наши санкт-петербургские ученые, не буду говорить, с какой компанией, впервые создали технологию, чтобы наши военные суда и военные самолеты были невидимы для врага. То есть, если летит два самолета, к примеру, рядом, то с помощью технологий, можно это назвать плащом-невидимкой для самолета, враг может увидеть только один самолет. Второй будет для него невидим. Если вам будут интересны детали и особенности, то вы можете почитать соответствующую литературу, либо посмотреть соответствующие фильмы. Так вот, то же самое используется и для техники, такая как танк, как вездеходные машины. Они оснащаются различными приборами, малогабаритными, которые сбивают, нарушают тот фон электромагнитный, который вокруг этого прибора. И когда они нарушают этот фон, то враг не воспринимает, что это движется, к примеру, специальная бронемашина, либо танк. Итак, на сегодняшний момент плащом-невидимкой называется специальное обмундирование для военной техники. Это и специальная одежда для человека, которая позволяет дестабилизировать волновой фон вокруг объекта, что делает невозможностью обнаружить тот или иной объект.